Добрый день! Здравствуйте! Я всех приветствую из Варны и всех поздравляю с 1 мая. Я не знаю, как вы относитесь к этому дню и как вы воспринимаете его как праздник, не праздник, какой праздник, праздник чего, но во всяком случае я хочу вам сказать о том, что этот день, этот праздник очень тесно связан и с отдыхом, и с путешествиями. Да-да, на самом деле. Болгары сегодня настолько... У них выходной день, кстати, это праздничный день, и они так шумно празднуют, что я просто даже не могу найти такого места, где есть интернет, чтобы было как-то потише. Я уже пыталась тут спрятаться, поэтому, может быть, не очень красивая картинка, зато, по крайней мере, не так шумно. Так вот, значит, почему я сказала о том, что этот день, этот праздник очень тесно связан с трудом и отдыхом, и путешествиями? Ну, я думаю, что вы все помните и знаете, что праздник, основа, так сказать, праздника была положена борьбой рабочих за свои права, в том числе за право на отдых и каждый день, и в конце недели, и за право на отпуск, причем отпуск оплачиваемый. Вот, и когда Конгресс Второго Интернационала принял, значит, вот 1 мая, постановил, что это будет праздник солидарности трудящихся, то это очень здорово легло на нашу российскую почву, потому что начало мая традиционно всегда праздники были посвящены еще с языческих времен, посвящены весеннему возрождению природы. На большей части России в этот момент, значит, уже действительно достаточно тепло, уже можно посидеть на травке, выйти на пикничок, вот, провести хорошо время на природе, и поэтому, значит, вот этот день, я немножко не понимаю, меня вообще слышно, я есть в эфире или нет, вот это меня немножко волнует, вот, значит, и хотелось бы все-таки понять, слышно ли меня. Так вот, значит, и это все называлось маевки, потому что месяц мая, да, ну и потом это очень удачно использовали большевики, и, в общем, как вы знаете, все это привело к революции. И второй пример, пример противоположный, так сказать, да, вот, но тем не менее, смотрите, значит, вот и в России это было связано с отдыхом, с природой, с какими-то походами за получением, ну, силы, наверное, от природы людей в компании для какого-то, ну, такое маленькое путешествие совершало. Вот, значит, и в Англии это страна, где раньше всего началась индустриализация, индустриальная революция, и там, естественно, было очень большое скопление работающих на фабриках в очень тяжелых условиях людей, и все это очень рано приводило к социальной напряженности, социальным конфликтам и так далее. Так вот, когда была построена железная дорога, соединяющая Манчестер и Ливерпуль, два крупнейших индустриальных центра Англии, то один человек додумался, звали его Томас Кук, додумался до того, что вот этот вот современный транспорт можно использовать для организации отдыха, для организации досуга людей, работающих на фабриках, живущих в городе, там, стресс большого города и так далее, и так далее. Так вот, значит, в 1841 году уже было организовано первое такое массовый выезд на природу, как было объявлено с целью общей прогулки, и вот 600 человек, то есть видите, какая огромная группа вышла, выехала на поезде на природу. И с тех пор стали организовываться вот такие массовые выезды, прежде всего для рабочих, для малоимущих слоев, чтобы каким-то образом создать людям условия для отдыха, для небольших путешествий. Потом уже подключились к этому и экскурсии, то есть это было связано не только с природой, ну и поэтому вы знаете, что Англия как-то благополучно обошлась, без революции в этот момент, без смены каких-то там формаций и так далее. Вот, ну это такое маленькое отступление праздничное, а сейчас мне хотелось бы вернуться к теме сегодняшнего нашего разговора «Хочешь быть успешным? Путешествуй». Я очень часто сейчас вижу в интернете, люди пишут о том, что вот когда я достигну своих целей, когда я достигну успеха, когда я достигну определенного уровня с помощью вот какого-то там своего, какой-то своей деятельности, то вот я обязательно буду в том числе и путешествовать. На самом деле порядок совершенно обратный. С древнейших времен люди наиболее успешные, вот именно для того, чтобы доказать, что они успешные, они совершали путешествие. Потому что на тот момент это было очень сложно, очень трудно, очень опасно, абсолютно непредсказуемо. И поэтому человек для того, чтобы действительно испытать себя и выяснить, насколько он в состоянии добиться успеха, отправлялся в путешествие. И, скажем, еще во времена Древней Греции, Древнего Рима, было принято, что отпрыски наиболее знатных родов после окончания образования отправлялись обязательно в путешествие. для того, чтобы закончить это образование и по-настоящему повзрослеть. Так вот, поэтому я обращаю ваше внимание на то, что действительно порядок для себя, это заметьте, должен быть обратный. Если сейчас, когда вы считаете, что еще недостаточно, может быть, вы имеете средств для того, чтобы путешествовать, если у вас там куча причин, обычно начинают говорить, то маленький ребенок, то внуки, то, значит, там работа, то еще что-то и так далее, и так далее, вот посмотреть в обратном порядке. Вот и воспринимайте это как некий момент, достижения, успеха. Сможете вы достигнуть успех в том числе и через путешествие, или это просто, ну вот, там пойдут какие-то определенные причины, почему я не могу в данный момент путешествовать. Вот, значит, теперь смотрите, опять-таки, очень важно понимать, какие составляющие успеха. Успех – это как бы внутреннее, да, то, что есть внутри нас, какие-то определенные качества, какие-то возможности, ресурсы нашего организма, и на уровне биологическом, и на социальном, которые, да, могут помочь достичь успеха. И опять-таки, какой первый фактор, как отмечают вот на сегодняшний день исследователи, самый важный фактор, особенно в наше такое время, сложное, беспокойное, да, – это внутреннее спокойствие. И что это, как это понимается, да, то есть поточнее для себя понять, что это? Это свобода от негативных эмоций. То есть когда какие-либо события происходящие снаружи, так сказать, вас, да, они, или внутри, между прочим, да, вот потому что там, я не знаю, я наступила на ракушку на песке, да, то есть вот какие-то вызовут эмоции, испуг или какое-то там равнодушие к этому событию и так далее. Так вот, свобода от негативных эмоций и деструктивных мыслей. Вот это и есть внутреннее спокойствие, которое, я сегодня, повторяю, рассматривается как важнейший фактор успеха. И какую роль здесь играют наши путешествия? Путешествия, это всегда, ну, я только сейчас говорю не о вот это вот tour all exclusive, и когда вас встретили и, значит, доставили в отель, и вы оттуда не вылезаете, в лучшем случае доходите до пляжа, и всё там у вас обеспечено. Я говорю о настоящих путешествиях, о том, что во время путешествий вы попадаете в реальную жизнь, в какое-то место вам мало знакомого. Даже, например, если мы с вами возьмём Россию, она у нас большая, и различные регионы, различные климатические условия, ну, даже возьмите такую простую вещь, купить билет в транспорте не везде всё одинаково, а по-разному это бывает в различных городах, населённых пунктах и так далее. Так вот, путешествия – это всегда, ну, отправляемся мы с вами в неизведанное, в большей или меньшей степени, и поэтому они нас учат как раз этому внутреннему спокойствию, они нас закаляют. Второй фактор, очень важный по своей значимости для достижения успеха – это здоровье и наша энергия. И, может быть, даже это и в начале надо было об этом сказать, потому что если у нас нет здоровья, то ничего другого уже, так сказать, можно, и если мы в такой степени нездоровы, что не можем действовать, имеем очень большие ограничения, то вообще уже ни о чём другом говорить тогда и не приходится. Но смотрите, в данном случае мне хотелось бы обратить больше внимания на энергию, потому что для достижения успеха это действительно имеет очень большое значение. Так вот, откуда мы берём энергию? Я имею в виду сейчас энергию, в первую очередь, психическую, ту энергию, и, кстати говоря, физическую тоже, которую мы получаем от природы, которую мы получаем от впечатлений, которые мы с вами опять-таки находим в путешествии. Потому что здесь постоянно у нас меняются какие-то новые картинки, новые объекты, новые люди и так далее, и так далее. Третий фактор – это гармоничные отношения с окружающими. Для достижения успеха, согласитесь, это имеет очень важное значение. Так вот, смотрите, когда мы с вами в путешествии находимся, мы, во-первых, видим вокруг много новых людей. Мы ознакомимся с различными культурами, с разными людьми, потому что в одной и той же стране бывают разные люди, которые себя по-разному ведут и так далее. Так вот, значит, вот это наше погружение в другой мир даёт нам возможность узнать, как вести себя с тем или иным народом, в той или иной обстановке. Мы видим разные варианты, мы всё это анализируем, мы принимаем для себя какие-то решения. Потому что, например, как можно достичь успеха в деловых переговорах и вообще в деловом партнёрстве с болгарами, если вы, извините, не находитесь в стране, не наблюдаете за ними, не понимаете каких-то их особенностей и так далее. Это очень чревато. Я уже не говорю о том, что даже элементарный процесс покупки квартиры в Болгарии, который нам так навязывают различные агентства, это вот я всегда всем говорю, приезжайте, пожалуйста, сюда, посмотрите на всё своими глазами. И даю кучу советов, потому что очень часто возникают неприятные ситуации. Вот. Значит, дальше смотрите. Четвёртый фактор достижения успеха – это знания, жизненный опыт и широкий кругозор, которые, конечно, нам всегда помогают и оценивать ситуацию, принимать какие-то решения и так далее. Опять-таки, с древнейших времён считалось, что путешествие – это лучшая форма получения знаний. И мы можем с вами по учебникам всё, что угодно изучать и прекрасно владеть материалом, но до тех пор, пока мы это всё не увидим своими собственными глазами, пока мы не окунёмся в эту среду, эти знания, они, в общем-то, ну, скажем так, практически мёртвые. Пятый фактор достижения успеха – это самопознание и самоанализ, который приводит нас к, опять-таки, правильным решениям относительно самого себя. Да, вот действительно, кем я хочу быть? И этот вопрос мы решаем не только в юном возрасте, а сегодня мы живём такой жизнью, когда этот вопрос мы решаем практически постоянно. Вот, и даже смотрите, вот когда нам предлагают различные формы обучения, причём, учитывайте, сегодня существует огромная индустрия обучения хотя бы даже в тех же социальных сетях. И нам это в прямом смысле слова навязывается, что вот надо вот это знать, и вот это, и вот это, и вот это, и вот это. И вот в данном случае это очень важно пропустить через себя, а действительно ли это мне нужно, и что лично мне это даст. Потому что, вот я повторяю это постоянно, что как человек, который работает в УЗЕ, я очень хорошо знаю, что большое количество дипломов в наше время, к сожалению, не является показателем большого количества знаний. То есть вот эти моменты, они не соответствуют друг другу. Вот. Ну и, наконец, вот когда вы, да, вот, то есть я просто хочу сказать, что когда вы в путешествиях накладываете свои, допустим, там какие-то способности, возможности, свои знания на то, что вы видите вокруг, если вы способны, я думаю, что любой взрослый человек способен анализировать то, что он видит и то, что он понимает, то очень хорошо понятно, что что-то нужно, а что-то мне лично вообще это не нужно, и я просто не хочу, так сказать, тратить на это время. И, ну, я уже не говорю о деньгах, я говорю о времени, потому что это самый главный ресурс, и, кстати говоря, это ещё связано и со здоровьем тоже. Вот. Ну и, наконец, последний фактор – самореализация. То есть если мы не реализуем того, что заложено в нас, и не будем получать от этого удовольствие, то как бы даже если мы с точки зрения внешнего окружения достигаем успеха, то вот этот успех, он для нас-то, вот на, во всяком случае, на уровне подсознания, не воспринимается как успех, не воспринимается как счастье, не воспринимается как счастливая жизнь. Да? Вот. Поэтому вот когда вы видите, ну, скажем, вот смотрите, даже вот в этом своём путешествии, которое я совершила совершенно недавно в Калининград, в Польшу, вот, я увидела очень много того, чего я просто раньше не знала. Варианты, через что можно себя реализовать. Вот, казалось бы, живёшь там, в интернете находишься, и всё ты вроде бы знаешь, но на самом деле нет. И вот именно встречаясь с людьми, общаясь, а иногда даже не общаясь, а просто слыша разговоры, которые люди ведут между собой, я обнаружила, что куча есть возможностей, и некоторые из них я примерила на себя и подумала, да, вот это для меня тоже подходит. И это может способствовать, ну, каким-то дополнительным возможностям моей самореализации, получения дохода. Вот, собственно, момент, который мне хотелось бы сегодня осветить, да, по поводу того, как связаны наши успехи и путешествия. Так что я всем желаю хороших, увлекательных путешествий, которые будут вас приближать к успеху. Ещё раз всех поздравляю с праздником, и прощаюсь с вами до следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok